Девушки отдыхают Все, тише Подошел, отошел Пока мы не кусаемся Отошел Давай-ка вот сюда Отойди, а то не видно Успокойся, тише Подошел, отошел Отходим Фокс, тише Можно подойти, чуть-чуть покачаться И зайти Хорошо Хорошо Дай Все, тихо Подожди, стой Стань, нажать Все Мы потеряли момент То, что Хватка на канистре Я его хвалю Он работает Потом ты его чуть-чуть оттаскиваешь И я его снимаю Ты потерял с комментарием Я его уже оттащил А тебя еще нет Мы там уже все сделали Мы там уже все сделали Я его оттащил А тебя все нет Чтобы я не терялся Давай ты его оттаскиваешь Когда я тебе скажу Отлично Подходим Перед ним немножко качаемся Ошибка номер два Хорошо Оттаскивай Дай Отходишь Все, успокойся Лежай Хорошо Подходим Подходим Тач Все Все Тише Тише Спокойно Спокойно Тач Подходим Отходим И когда будем давать Вернее, ты будешь когда будешь давать Тогда давать так, чтобы Ну, чтобы он не мог понять Чтобы это все было похоже Как ты подошел, ушел Так же ты подошел Вот сейчас можно подойти И прямо вот как бы близко давать Хорошо Молодец Гусин Хорошо Оттаскиваем Дай Тише Так, ну можно комментарий от Ивана Значит, это вариант Похожий на то, что делают бельгийцы Они охраняют разные предметы Охраняют по кругу Чтобы помощник заходил с разных сторон Значит, они не блокируют лай Зачем блокируют лай, непонятно Ну, вот Алексей так хочет Он это делает разными Нашептываниями Хватаниями Собаки Комлайнами Всевозможными Можно сделать по-другому Но ему так интереснее Это его право А как по-другому? По-другому Подкреплять Это долгий путь Подкреплять Хватку молчанием собаки Вот зачастую у эпошников А если они неправильно Не умеют работать А им важно Чтобы лай был Определенной тональности Там, я не знаю Изображать не будем сейчас Да? А у них этого не выходит Потому что они случайно Хватки подкрепили Молчащую собаку Вот тебе ответ на твой вопрос Значит Дальше Вот Стратегическая ошибка То, что Лёша сказал Андрею Который сам чувствует Собаку лучше Всех окружающих Дрессировщиков Потому что он с ней работает Да? Он ему подает команду Это неправильно У собаки будет связь С командой Рано или поздно Собака должна Реагировать На движение помощника Если помощник Делает шаг Тогда Хозяин Может подавать Команду А Ну и плюс Лёша это делает Под механикой Под поводком Переход От Поводка На Без поводка Будет болезнен Это я прогнозирую Хорошо А что Без поводка Сразу без поводка Работать? Нет Ну пусть это Наши тайны Я тебя понял Что ты имеешь в виду Хорошо На самом деле Есть вариант Белынок Чисто Он делает Эту охрану На себя Он просто Подкрепляет Уход В этом вообще Ничего С жбутом Он подкрепляет Уход На На бочок На предмет Охраняемый То есть он полностью Практически до полного норматива Делает на себя На себя И потом одевает фигурацию Ты убежал уже Значит в лес Хорошо Дело в том что Собаки Он делает это огромным количеством повторений Собаки у Барта Беллана Выдерживают это огромное количество повторений Пять тысяч повторений в сумме набирается Это не мои слова Прочитайте его интервью Вот поэтому Есть и такой метод Есть другой Много есть методов Но самое главное Чтобы собака понимала За что ее подкреплять Вот и все Хорошо Андрей Значит тогда я молчу Ты оттаскиваешь Но ты тогда чуть-чуть замирай Чтобы я его снял Когда оттащил Дай Дай Лежать Лежать Спокойно Хорошо Молодец Ну что Пройдем по кругу Давай может быть Что Хорошо скажем Собака Леша слушается Мне всем это дано Видите Вот на месте лежит Выдержка прекрасная Сформировали зону Уже хорошо Уже есть с чего начинать Продолжаем Да Подожди камера Счастье Текста Тише Не стоять Не стоять Не стоять Вертеж Вертеж Делаем Да Триста шесть Ну, давай. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, Лен, вот если нам нужно подкрепить, вот собака не лаяла, да, она лает на уходе Андрея, да, что мы должны сделать? Мы должны промежуток между его гавканием, поймать такой момент, начать делать много хваток, потому что эта собака способна выдержать много хваток. Вернуться в начало процесса, перестать кружить, это он уже умеет делать, отложить. Наша задача добиться, чтобы без тисканья, криков и воплей хозяин собака не лаял, да? Зачем? Зачем понятия не иметь, но она так правится. Вот. То есть мы должны делать много хваток в промежутке между, в период его молчания, да? То есть подкреплять тогда, когда собака молчит, сейчас у нас это разово, и мы теряем момент на уходе. Почему он лавит? Потому что подкрепление забирают, да, у него, грубо говоря. Вот. Но если он свяжет, что молчишь, будет много, все равно вернется, все будет хорошо. Это кропотливая работа. Это вот за один ролик это точно не сделано. Еще раз подчеркну, вот почему трудно бывает у собаки облаивание сформировать. Она подходит, садится и смотрит. Потому что подкрепили молчание. Если это возможно сделать с рукавом, значит это возможно сделать с набором. Все. Может еще попытку вот такой работы снимать? Не, не надо, это долго. Нет, ну мы просто попытку скажем. Ну попытку можем только... То есть я остаюсь возле бочонка, и мы молчание подкрепляем шагом. Да, молчание подкрепляем. А когда он лает, я что, молчу и ничего не говорю ему? Он просто лежит и лает, и когда он замолчал, Андрей дает ногу, да? Ну давай попробуем, да. Давай. Ждать. Ты понимаешь, что вот сложно. Тише. Почему это в Вике, да, не получится быстро? Тише. Потому что у собаки сформировано поведение облаивания, уже сформирован стереотип. Да, он уже, причем он таким образом сформирован, что он выключается только тогда, когда хозяин ему сказал. Да, это уже цепочка довольно сложного поведения построена. Поэтому это процесс муторный. Это вот нужно начать вот с того, что ты запретил, да, помог ему. А дальше мы делаем вот эти вот, накручиваем качание. Да, сначала ты помогаешь ему голосом. Запрещаешь ему, да? Вот. Как только он залаял, запрещает. Тут же Андрей дает обратно хак, когда он замолчал. Вот. Да, мы попробуем. Но это долго. Это за один ролик точно не получится. Подожди, у меня камера, камера, вот она, камера есть. Дай, дай. Помогай. Тише, тише. Фокс, лежать. Ты сразу, вот он, когда выходит, сразу лежать тише. Хорошо, молодец. Выходит уже, лежать тише. Дай, тише. Тише, тише. Давай сразу Андрей. Дай, тихо, тихо, ле. Хорошо, молодец. Дай, дай, жать. Тише. Хорошо, молодец. Дай, ле. Тише. Сошли сразу. Ле. Надо поймать. Дай, тихо. Вот. Дай. Несколько. Тише. Хорошо, молодец. Дай. Дай. Все, все. Молодец. Хорошо. А сейчас не надо было? Ничего не надо было. Ставь ты друг, Лех. Ты не забыла, что выход надо думать. Думать, выход, да. Совершенно верно. Значит, выход нужно думать. Сейчас, вот вы видели, уже начало получаться. Два раза выполнили. На этом можно остановиться, потому что собака может в любой момент сорваться. Вот она на выходе, все хорошо. Значит, ошибка какая? Леша должен придумать на выходе положительное подкрепление. Обычно это жгут. Вот он, молчащий пес, молчащий фигурант уходит спокойно. Как только фигурант уходит, собака молчит, значит, надо было дать игрушку. Все, это элементарно. То есть, это совсем базовая концовка. Да, это базовая концовка. То есть, здесь замолчал Андрей, дает ногу, замолчал Андрей, дает ногу, Андрей совсем уходит. Молчит, даешь жгут, уходишь, играешь. Это достаточно просто, но Алексей свою собаку уже немножко замучил, потому что он творческий человек. Ему нравится новое что-то придумывать, пробовать, это его право. Но если мы делаем по классике, то мы делаем так. Это первое. Второе. Нужно учесть, что не со всеми собаками это возможно, потому что это можно с Фоксом. Он очень неплохого уровня собак. Андрей, Андрей, слышно в камеру, это фонит. Очень неплохого уровня собака, которая способна выдерживать нагрузку. Еще за счет того, что Алексей ее поддавливает, она немножко фрустрируется, и за счет этого все время подогревается. Тоже неплохо. В данной ситуации, в данной ситуации, вы видите, у Алексея достаточно мягкая механика еще, к тому же. Все, отлично. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте мне нравится.